Теперь о том, что мы говорили с вами чуть ранее, о переходе, о том, что выходили из фракции, покидали партии, вы как-то в одном интерьере сказали, что первый проект СРМ в новом парламенте будет касаться невозможности подкупа депутатов. Почему эта тема вас так озаботила сейчас? Ведь тот массовый выход был в 2015 году. Подобная инициатива не появилась сейчас. Мы об этом заявляли, говорили и раньше, но в условиях нынешнего парламента продвижение этой инициативы было бы либо популизмом, либо было заведомо обречено на провал. Поэтому мы и говорим о новом парламенте, который должен функционировать по правилам. Данная процедура предусматривает изменение Конституции, что сама по себе процедура довольно непростая с точки зрения юридической. Но это абсолютно вынужденная мера в условиях, когда депутаты мигрируют, когда, я думаю, что только ленивы не знают. Собидное движение депутатов в парламенте. Да, и, конечно, в данном случае не существует другой меры, которая дала бы здесь по рукам яграни. Это будет уже мера императивная, которую невозможно интерпретировать, которая будет очень четко предусматривать, что при выходе из фракции по спискам, которые депутат попал в парламент, он теряет мандат. Речь не будет идти об одномандатниках, избранных в территориях независимых. Речь идет о тех людях, которые пошли и попали в парламент по спискам партий. И я думаю, что, ну, точнее, даже не думаю, убеждены, что данную инициативу люди, безусловно, поддерживают. Потому что, ну, какое может быть ощущение у гражданина, когда вот он голосует, да, вот, и потом видит, что человек переходит в какое-то большинство, решает какие-то свои проблемы. Данные люди теряют интересы и к выборам, и к выборному процессу, разочаровываются вообще полностью. И в жизни, и тем более в политике. Поэтому такая норма, это будет одна из первых, которые мы предложим в будущем парламенте. Законодательное ограничение миграции депутатов из фракций и фракций.